В помещении один председатель ЗАГС Собрания. Депутаты на прямой связи. Меро вынужденная ковидная обстановка в регионе остается напряженной, и провести заседание в таком формате было решено во избежание рисков. Впрочем, на работе это никак не сказывается. В первую очередь депутаты рассматривают бюджетные вопросы. Средства направляют в том числе на борьбу с пандемией и на поддержку тех, кто борется. Были дополнительные средства, перечисленные из Федерации. 3 миллиарда рублей подошли под распределение. Но совершенно очевидно сегодня, что главная сумма, конечно же, это на развитие и поддержку медицины, потому что сегодня она в этом остро нуждается. Мы видим, какой у нас объем увеличения заболеваний ковидных. Но и не только по этой причине, в целом медицинские учреждения, которые, конечно же, требуют серьезной поддержки, ремонта, модернизации, реконструкции. Обновление оборудования. Поэтому львиная доля средств у нас уходит на именно поддержку медицины. Обеспечение выплат детям и от 3 до 7 лет тех социальных выплат, которые приняты по инициативе президента. И они должны быть, безусловно, обеспечены в полном объеме средствами. Не забывают и о других жизненно важных вопросах, которые уж точно не должны затеряться на коронавирусном фоне. К примеру, помощь людям с ограниченными возможностями. Начинается она с простого. С того же пандуса или подъемника на входе в здание. Но если в социальных учреждениях с их установкой и эксплуатацией вопросов не возникает, то в жилых домах все иначе. Парламентария решает направить обращение к федеральному министру ЖКХ Иреку Файзулину. В нем депутаты просят чиновника обозначить, кто должен оплачивать эксплуатацию пандусов и спецустройств в многоквартирных домах. Здесь имеется неурегулированность вопросов в части того, что монтаж и строительство данных устройств осуществляется за счет средств бюджета. Это может быть как федеральный, так и местный бюджет. Либо могут быть привлечены иные источники. И при монтаже все понятно, за какие средства строится. А что касается эксплуатации и ремонта, в действующем законодательстве нет четкого ответа на этот вопрос. Обращение к Файзулину это было о том, чтобы четко сформулировать в нормативных федеральных документах ответственность организаций, эксплуатирующих организаций и за создание доступной среды, и за последующую эксплуатацию. На заседании депутаты также предложили свои поправки в правила техосмотра транспорта. В частности, предлагается освободить от прохождения техосмотра легковые автомобили и мотоциклы, которые их владельцы используют только в личных целях. Служба информации Артем Логинов, Валерий Шакуров.